В Гомеле в торжественной обстановке после серьезной реконструкции дан пуск обновленный ТЭЦ-1. Завершился крупный энергетический социальный инвест-проект, который продолжался почти два года. Одна из старейших в республике теплоэлектроцентрали обрела новую жизнь и дала новый толчок развитию Гомеля. Развивается сегодня страна, развивается область, развивается город. И самое главное, что наши энергетики тоже не отстают, идут в ногу тем событиям, которые осуществляются на территории области. Историю своей отец начинала с 1922 года. И на протяжении этих лет, по сегодняшний день, менял свой облик город, увеличивался в объемах, росла промышленность. И сегодня Гомельщина является самым крупным промышленным регионом страны. Мне приятно, что энергетики, в зависимости от того, сколько потребляется энергии, они работают. Мы видим, что станция имеет огромный свой потенциал для развития. Наш Гомель стремительно развивается, как вширь, так и ввысь. Словно грибы после дождя, растут многоэтажные новостройки в микрорайонах 94, 96, 104 Новобелецкого района. Увеличивается в объемах промышленность крупного региона страны. Все это, безусловно, требует энергетической корректировки и срочного внесения изменений в схему теплоснабжения. А ТЭЦ-1, которая построена на берегу реки Сош, давно нуждалась в реконструкции. Это даст очень большой толчок для города. Дело в том, что та реконструкция, которая выполнена, позволяет развиваться жилищному сектору в городе Гомеля. Данная станция сегодня обеспечивает теплоснабжение частично Белецкого, Центрального и Советского районов. Кроме этого, затраты, которые до этого были на выпуск продукции, они после модернизации, благодаря китайской работе, значительно снизились. Гомельская ТЭЦ-1 не просто часть инфраструктуры областного центра. Это его энергетическое сердце и важная веха истории. В апреле 1923 года, в соответствии с государственным планом ГОЭЛРО, в Гомеле введена в эксплуатацию электростанция, которая получила название пятой годовщины октября. Без малого века ТЭЦ-1 освещала и обогревала дома жителей города. В музее предприятия хранится письмо, адресованное Ленину, с заверением и далее следовать курсам всеобщей электрификации страны. Дальнейшим планом помешала война. Первые бомбы массированной атаки падали на железнодорожный узел и электростанцию. И, как следствие, практически полное разрушение стратегического объекта. После войны все это восстанавливалось. И та часть, которая более высокая, можно увидеть, это уже часть послевоенная такая построена. При этом котлы, которые стояли здесь, работали, были вывезены из Германии по репарации, установлены, смонтировали. Но, в конце концов, им уже пришел срок, службы, все. Поэтому было принято решение здесь вдохнуть уже новую жизнь в эту электростанцию. За годы своего существования Гомельская теплоэлектроцентраль, словно птица Феникс, пять раз возрождалась и обретала новую жизнь. Данный инвестпроект был реализован в рамках отраслевой программы развития электроэнергетики на 2016-2020 годы. Ранее была проложена теплотрасса в левобережную часть города Гомеля для того, чтобы взять нагрузку Новобелецкого района. Вторым этапом реконструировали Гомельскую ТЭЦ-1 с установкой газовой турбины с котлом-утилизатором и паровой турбиной, которая существенно модернизировала, уменьшила процент износа основных фондов этой станции, то есть, можно сказать, дала ей вторую жизнь и, конечно же, существенно улучшила показатели технико-экономической работы станции. Стоимость проекта составила более 46 миллионов долларов. Финансирование осуществлялось за счет средств дополнительного займа Международного банка реконструкции и развития. Эксперты Всемирного банка неоднократно посещали ТЭЦ-1, начиная с 2012 года. Проводили многочисленные консультации, наблюдали за процессом. Что касается проекта реконструкции Гомельской ТЭЦ-1, он наглядно показывает, о каких хороших результатах при помощи современных технологий можно добиться в части повышения надежности теплоснабжения и в целом повышения качества инфраструктуры системы теплоснабжения. И мы очень рады, что предоставленное Всемирным банком финансирование помогло местным органам власти, и местным энергетикам реализовать этот важный проект в такие сжатые сроки и с таким хорошим результатом. Строительство объекта стартовало в октябре 2015-го и было закончено менее чем за два года. Разработкой документации, поставкой оборудования, выполнением всего комплекса строительно-монтажных и наладочных работ занималась китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация. В результате на ТЭЦ-1 установлено современное оборудование известных мировых производителей. Газовая турбина фирмы Hitachi мощностью 26 мегаватт, паровой турбогенератор Siemens мощностью 5,3 мегаватта и котел-утилизатор с номинальной паропроизводительностью 41 тонна в час. Компания «Цубиши Hitachi Power Systems» имеет более чем 100 лет. Практически ровесники с гомерской ТЭЦ-1. Компания обеспечивает сервисное обслуживание и гарантийное обязательство на протяжении более чем 100 лет. Эта модель была разработана более 30 лет назад, поэтому является уже испытанной, очень надежной и также энергоэффективной. Более высокая производительность на том же самом объеме топлива. Сегодня партнеры из Поднебесной признаются, это уже не первый объект, реализованный ими в Беларуси. И пусть по масштабам не самый большой, но оказался самым сложным. Работы велись параллельно. Демонтаж старых, обветшалых конструкций, строительство новых. Процесс тормозили неожиданные находки. Залежи бетонных плит, фрагменты железнодорожных путей и вагонеток, с помощью которых когда-то на довоенную ТЭЦ транспортировался уголь. На время еще нужно обеспечивать выдачу тепла, поэтому это был очень сложный момент. Еще одна сложность в том, что данные электростанции очень старые, поэтому когда мы делали фундаментные работы, было недостаточно исходных данных. Столкнулись очень много сложностей, но мы вместе с нашими заказчиками и нашими белорусскими субоградными организациями вместе преодолели эти сложности. И за два года успешно построили данные объекты и сдали его в эксплуатацию. Поэтому, воспользуя сегодняшний случай, я бы хотел выражать огромную благодарность Благодарность нашим уважаемым заказчикам РУП Комли Энерго и все суперридные белорусские организации. Всегда для строителей проще строить новый объект на новом месте. Здесь приходилось использовать действующее помещение, чтобы разместить новое оборудование, приходилось по новой делать перекрытие, усиливать конструкции. Ну, вот это была одна из основных сложностей, как для нас, так и для китайской компании. На предприятии не скрывают гордости. Пройден сложный путь. Вложено немало человеческих сил, труда и нервов. Но самое главное – международная команда энергетиков и строителей с честью выдержала экзамен. Что еще хотелось бы отметить – это участие наших строительных организаций в этом объекте. Нанимали их, и мы рекомендовали китайская корпорация. Это такие организации, крупнейшие наши гомельщины, как Гомельпромстрой, который на начальном этапе выполнял все фундаменты, газовые турбины, котла. Дальше эстафету принял 14 трест. Огромнейший объем работ был выполнен вот этими организациями, практически вся строительная часть. Сегодня Гомельская ТЭЦ-1 работает в штатном режиме в более современных условиях, которые позволяют повысить надежность и бесперебойную подачу тепла и света в дома гомельчан. Мы находимся на тепловом щите управления, где сидит машинист газотурбинной установки, машинист котла, машинист паровых турбин, который управляет паровыми турбинами. У каждого перед на рабочем месте стоят мониторы, откуда ведется управление непосредственно оборудованием. Реконструкция дала увеличение мощности станции, было 6 мегаватт, стало 37,3 мегаватта. Тепловая нагрузка станции на данный момент 274 гигокалории. Внедрение современных технологий позволило обеспечить надежность работы станции, управление дистанционным оборудованием, что, опять-таки, обеспечивает более высокую надежность и быстродействие в работе выхода на номинальные параметры станции, набор нагрузок, и в случае каких-то быстрых наборов нагрузок выход на тепловой режим можем обеспечить в короткие сроки. Работаю я здесь на ТЭЦ-1 более 12 лет. Разница, конечно, сейчас ощущается. Все-таки новое оборудование намного приятнее. Все выведено на мониторы, удобно работать. Я регулирую за определенной частью всего процесса. То есть не все. У нас здесь находится несколько человек, и каждый отвечает за свой участок, скажем так. А в общей сложности, в общем, делаем общее дело. На открытии ТЭЦ-1 собрались официальные лица, представители как белорусской, так и китайской стороны. Традиционная передача ключа и торжественный пуск. По прогнозам специалистов, реализация проекта позволит обеспечить дополнительную выработку электрической энергии в объеме более 125 миллионов киловатт-часов в год. Улучшить экологическую обстановку за счет снижения выбросов. Повысить маневренные характеристики энергосистемы. При этом значительно сэкономить. Удельный расход условного топлива на киловатт-час теперь составляет 158 граммов. В год это даст возможность использовать на 17,5 миллионов кубометров природного газа меньше. И хотя гомельская ТЭЦ сравнительно небольшая, введение подобных объектов выгодно для нашей страны. Комбинированная выработка энергии, значит, когда вырабатывается и тепловая энергия, и электрическая энергия, это самый дешевый вид. Комбинированная выработка. То есть я решаю проблему в данном случае, вот здесь развивается бурный, значит, вот эти вот район, многоэтажная застройка в Новобережском районе и на левом, на правом берегу Сажа и так далее. Поэтому, значит, надо решать проблему подачи горячей воды и теплоснабжения этих микрорайонов. С другой стороны, естественно, при такой комбинированной выработке дешевые, киловатт-час и так далее. Причем от дистанции совершенно с другой уже как бы экономикой. Потому что это эффективно. Наша машина небольшая, компактная. Поэтому вот такая комбинированная выработка, она всегда показывает свою эффективность.